здравствуйте задумывались ли вы о том что когда вы подносите хадак вы также подносите и 8 благих символов буддизма на обычных хадаках они выбиты и идут немножко в тот же цвет что и хадак но сегодня я принесла хадак на котором они прорисованы в датсане обычно они присутствуют везде или в качестве таких статуэток металлических или деревянных или нарисованные на ткани и бумаги эти символы как я уже сказала можно называть 8 благих символов буддизма а можно сказать 8 буддийских драгоценностей и сегодня о них мы поговорим шире то ламой усть ардынского датсана зарикто батуевым зарикто лама расскажите пожалуйста о об истории этих восьми символов амру мэнде но история этих великолепных подношений на самом деле она исходит еще со времен жизни будды шаке муни то есть еще с индии поэтому они имеют свои смыслы естественно значит все эти восемь подношений поднесли в дар будды шаке муни индийские божества то есть вообще из другой религии из индуизма да можно сказать что из индуизма но с религии из тех времен вот они настолько были проникнуты уважением и почитанием будем к будды шаке муни за его достоинства заслуги за его учение которое он преподает и несмотря даже на как сказать новое течение религиозное они были настолько поражены и потрясены его вот этими заслугами что поднесли ему вот такие вот в дар вот такие символичные подарки которые имеют каждый из них имеется свой смысл и свое значение ну давайте тогда начнем с какого-то из них с одного из восьми ну вот первый подарок был значит преподнесен будди шаке муни в виде белого зонта вот мы называем это шухр его поднес повелитель индийских божеств махадева его звали вот такое божество было и он поднес в как украшение для головы вот в то время на 4 значит цари и знатные люди индии они были сопровождаемы всегда с такими зонтами которые укрывали их от палящих лучей солнца от дождя вот и символично такой зон был поднесен будди в дар как знаете под как позже его сделали символикой как защиты от палящих лучей невежества и человеческих пороков вот с таким смыслом а на самом деле это был поднесен вот именно в дар как защиты от как раз таки лучей солнца жарящих или дождя но и в наше время ведь когда идет хамбу лама или какой-то другой высокий лама над ним всегда несут такой желтый зонтик до традиции еще с тех пор да она продолжается до сих пор и вот высоких гостей людей хамбалам высоких наставников всегда сопровождают с такими вот шухерами зонтами традиционно они нас чаще всего желтого цвета всегда бывает вот и такая символика традиция сохранилась по сей день это самое первое подношение из восьми а второе подношение второе подношение это золотые рыбки их значит поднес будди шакимуни божество по имени вишну вот как украшение для глаз вот золотые рыбки они также отражают еще золотистый блеск от чешуи и вот они символизируют плодородие богатство и достаток вот золотые рыбки как в воде в море если плавают рыбки значит море как мы говорим о богатых достатком и рыбы не имеют препятствия не могут плыть и вверх и как бы вниз и хоть куда да и подоговорят что рыбы не закрывают глаза что это постоянная какая-то бдительность да и бдительность и какая-то вот остроумие что ли да вот прозор зоркость глаз и так далее вот это все как раз таки было символично опять же подниму поднесено в виде такого дара будди вот ну и третье подношение это бумб или сосуд богатства драгоценные вазы еще называют вот это божество по имени шадана поднес будди в как украшение для горла вот так интересно чтобы пить воду да чтобы знаете сама ваза она символизирует опять же достаток вот абсолютное такое знаете знаете наполненная ваза да то есть она которая содержит в себе драгоценности имеющие его возможность исполнять любые желания то есть если мы имеем в себе у себя драгоценности да допустим мы же не можем вас имеем возможность любые свои желания исполнить и близкие желания и как бы и дальние мы как называем дать далекие свои желания вот мирские близкие имею ввиду как бы долгосрочные так скажем это уже если пожелание желание следующей жизни можем так тем самым исполнить вот но и драгоценная ваза она вот как раз таки обозначает что учение будды имеет такую силу и возможность исполнять любые как бы желания человека но благие естественно вот и вот эта вот ваза была с таким смыслом поднесена затем четвертый символ это цветок лотоса это подношение божества камы по имени кама вот как украшение для языка цветок цветок лотоса у нас считается символом чистоты чистоты и такой незапятненности вот и поэтому так как у будды был чистый такой знаете непорочный абсолютно язык то есть его слова были такими яркими со смыслом звонки и звучные и так далее даст обладали всеми достоинствами красноречия поэтому как украшение для языка был поднесен вот такой удар символичный цветок лотоса все мы знаем что цветок этот растет в болоте то есть да такой как бы да грязи до болотные они когда бутон раскрывается они пребывают в абсолютной таком чистоте незапятненности то есть в кругового в круговороте болота сансары то есть достигая просветления или пробуждения мы мы обретаем такую чистоту подобного цветку лотоса поэтому этот цветок считается на священным и он изображается много где вот мы часто его видим под подбул под божествами буддийскими практически нет лотосовые троны так далее да ведь лотос обычно изображается как атрибут а валакетишвары арьяволы ну и как отрибута галактишвары разумеется но и не только как я уже говорила что то есть то есть он изображается как атрибут у многих буддийских божеств не только буддийских во всей так Gracias Индийской духовно-религиозной традиции этот цветок изображается как символ, как раз-таки о чем я говорил. А следующий знак? Значит, пятый знак, пятый символ – это белая раковина, буре. Будди поднес божество по имени Индра, как украшение для ушей. Вот. Белая раковина, знаете, это непростая белая раковина, изображенная именно как в числе восьми. Это раковина, которая с заветвлением в правую сторону. Да, да, да. В правую. Думгора Ячил, мы еще так говорим, да, Думгора Ячил известный. Это такая редкость, это такое, знаете, достоинство, которое очень редко, и поэтому оно ценится. И в древности раковины с помощью раковин встречали гостей, издавали приятные звуки, мелодии. Вот она поэтому символизирует приятные мелодии. И поэтому она как символ была поднесена Будде, как драгоценность для ушей. Но ведь и сейчас, перед тем, как начать молебен, дуют в эту раковину, как бы призывая всех на и божеств, и ламы, и людей к началу молебна. И в течение самого хурала также она используется, ну, как музыкальный инструмент уже. И шестое подношение – это узел бесконечности. Мы называем еще Улзы. Улзы, вот, его поднес Ганеш, такое достаточно известное индийское божество, хиндуистское, да, Ганеш с головой слона. Да, да. Вот, многие, может, видели. Вот, именно Ганеш вот поднес Будде в дар, как украшение для сердца. Вот. Улзы – это узел бесконечности, символизирует, значит, неиссякаемость или безграничность ума, мудрости Будды, вот, которые имеют способность постигать все сущие. Вот. И поэтому этот узел бесконечности, как самое ценное, значит, знаете, заслуга или достоинство ума Будды, поднесено в дар, как украшение для сердца. Седьмое. Седьмое подношение – это, значит, это знамя победы. Жалсанг мы еще называем. Вот. Это было поднесено божеством по имени Кришна. Тоже достаточно известный персонаж, да. На слыху, так скажем. Вот. В дар, как украшение для тела. То есть знамя победы символизирует, ну, понимаете, да, что учение Будды, оно имеет настолько большую силу и мощь, да, да, в своей, так скажем, мудрости, философии, мировоззрении и так далее, да, чтобы способны устранить или победить любых врагов в виде, там, пороков, в виде, там, да, наших врагов, так называемых, и так далее. То есть любые невежества искренящие, вот. Поэтому знамя победы, оно очень символично. И до сих пор это знамя победы мы несем все севернее и севернее, вообще не Будда развивается. Поэтому побеждает, так скажем, и невежество, и разные людские пороки, принося тем самым людям счастье и мир. Ну, в каждом дугане есть это знамя победы, и более того, на крыше каждого дугана оно обязательно присутствует, и, вероятно, вот это же и символизирует. Совершенно верно. И восьмое подношение – это колесо учения, дхарма, дхарма-чакра еще называют. Его поднес Будде Брахма, Брахма, как украшение для стоп. Вот даже, вот, поэтому у отпечатков ног Будды посередине всегда изображена, бывает, вот, как раз таки, дхарма-чакра, колесо учения. И, ну, говорится, что при жизни у Будды даже на ступнях были такие следы, отпечатки, да, колеса учения. Вот, это как один из знаков Будды еще. Вот, ну, колесо учения, сами понимаете, это дхарма, это учение Будды, которое он начал, так сказать, образно крутить, да, то есть, значит, даровать в месте под названием Бенарис, Варанаси. Вот оттуда как раз таки началось великое учение Будды, которое он начал даровать своим ученикам, последователям. И вот именно с того месяца начался поворот колеса учения, которые мы называем дхарма-чакрой, которые до сих пор, по сегодняшний день, это колесо, так скажем, крутится, да. Имеет это колесо восемь спиц, вот, и, ну, ось основания, да. Восемь спиц, они обозначают мудрость, созерцание, практику учения Будды, а ось означает нравственность. То есть, вся наша буддийская практика, созерцание, медитация и так далее, они основываются или держатся на нравственности. То есть, в первую очередь, это, конечно, нравственность, нрав, самодисциплина, то есть, как основа всей дальнейшей практики. Поэтому такое символичное, опять же, подношение для украшений стоп. Вот поэтому, учитывая вышесказанное, мы понимаем, да, насколько значимы были эти восемь подношений, и какой важный смысл они несут в себе, поэтому, поднося Хадак с такими символами, мы подносим не просто Хадак, как материал, да, допустим, какого-то цвета. Ну, какой-то, да, шарф иногда говорят или ткань какую-то, да. Да, глубоко символичный такой почитаемый подарок, скажем, да. Поэтому очень хорошо, что мы осветили для людей вот символы Хадака, Хадака, и вот, то есть, восьми благих символов подношения. Они часто, их можно увидеть в продажах, там, для алтарей. Да, 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 они вот как такие металлические, такие вот... Да, в виде металлических каких-то еще других они используют, как по-разному, или вместе они могут быть, как изображение, или как вот по отдельности они могут быть. Они в основном ставятся, устанавливаются на алтарях, на алтарях, да. Ну, и на Хадак, соответственно. Спасибо большое, Зарик Тулама. Вы рассказали об очень интересных символах, тех самых восьми буддийских символах, которые мы всегда видим в Датсане, и которые изображены в том числе и на Хадаках. Меня часто спрашивают, что они означают, и вот теперь, дорогие зрители, вы это знаете. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова